Пусть не совсем сам, пусть с рикошетом, но все-таки становится х-фактором первого тайма этого матча. 1-0 в пользу Париса Анжермен. Скорость Лукаса помогла выиграть этот эпизод. Повезло, конечно, Парижу, но, признаем, хотели они в последние 15 минут больше. Вот он удар, и Аби Микел двойным антигероем становится. Он еще крайний в стенке, и он мяч в ворот от него крутила. 1-1 гол, как сборная Франции забила ворота сборной России на 100 до Франции в 99-м. Помнишь, тогда Семак подставил ногу. Сейчас точно так же Аби Микел. Ну, кто отдаст паст Хлестовский теперь вперед? Ну, интересно, будет ли это вообще, потому что пока Челси мы не до конца увидели, сейчас уже будет Полтона. Он перевисел Злата, на которого он, хотя он тоже очень мощный форвард. Здесь уже, конечно, Маркиниус не мог среагировать на это мгновенное касание. Аби Микел четко разобрался, и сразу же перерыв. Браво, браво командам. Снова Челси забил на выезде, и теперь уже понятно, что Парижу только крупная победа может дать спокойствие перед Лондоном. Матч представлен компанией «Газпром», официальным спонсором Лиги Чемпионов УИФА. Кавани! Нету, нету, офсайда, гол! Эдин стоп, Кавани! И какая же передача! И вот он, форвард, которая открывается на грани офсайда. Это центральный нападающий, это вовсе не то, что было у Парижа до этого. И как блестящий он эпизод решил. Я бы сказал, в стиле Суареса, но это обидно для Кавани. Что они там кричат? Лорана Блана, как и императора, показывает это он, прямо сейчас, как тот самый скульптор, выковал Кавани и отправил его вперед. Слушай, ну правда ведь история. И, по-моему, за Париж Сан-Жермен вышел в важный момент из-за... Да, браво, Анхель де Мария, идеальная передача, именно тогда, когда и нужно. Да, и Кавани переигрывает в том самом своем стиле, которого мы ждали, да? Он так в этом сезоне ни разу не играл. Нет, играл в первых турах. Когда Златан был травмирован. Да, да. А теперь он вместе со Златаном, и он забивает важнейший...